Здравствуйте! Сегодня в нашем занятии я вам покажу, как делать гарнитур в зеленых оттенках. Для гарнитуры нам необходимо капроновая нить, бисер темно-зеленый и светло-зеленый, и игла. Начнем нашу работу от браслета. Набираем 12 темно-зеленых бисеринок, входим в первую бисеринку по кругу, как показано на картинке. Затем затягиваем нить так, чтобы один конец был примерно 15-20 см, а другой длинный, так как это у нас рабочая нить. На рабочую нить набираем 3 светло-зеленые бисеринки. 2 темно-зеленые бисеринки пропускаем, входим в третью, как показано на картинке. Это же действие повторяем 3 раза, делая это по кругу. Заправляем нашу короткую нить, чтобы при работе она нам не мешала. И дальше продолжаем делать наши украшения. Набираем 1 темно-зеленую бисеринку и входим в нее, как показано на картинках. Затем набираем 11 темно-зеленых бисеринок, входим в первую бисеринку, как показано на картинке. Также мы входим в одну светло-зеленую бисеринку предыдущего ряда. На эту же нить мы набираем 2 светло-зеленые бисеринки, пропускаем 2 темно-зеленые бисеринки, входим в третью, затягиваем. Затем набираем 3 светло-зеленые бисеринки, пропускаем 2 темно-зеленые, входим в третью. Это же действие повторяем еще раз. Затем набираем на эту же нить 2 светло-зеленые бисеринки и входим в первую светло-зеленую бисеринку. И чтобы продолжить наше украшение мы проходим по темно-зеленым бисеринкам И так же заново мы начинаем делать наши ромбики То есть набираем одну светло-зеленую, входим в нее Затем набираем 11 темно-зеленых бисеринок И по кругу мы делаем светлыми бисеринками каемочку Делая браслет у меня закончилась нить Я подвязала ее таким способом Заправила нить, которая у меня закончилась Отрезала новую нить Отсчитала несколько ромбиков от начала браслета И начала заправлять новую нить, как я заправляла обычно Проходя по бисеринкам, дойдя до того места, где у меня закончилась нить При этом конец подвязанной нити должен быть небольшим Заправив нить для того места, где у нас закончилась предыдущая нить Мы отрезаем маленький конец И продолжаем делать дальше наши украшения Сделав украшение нужной мне длины, я стала делать застежку Я соединила два конца браслета, как показано на картинках Таким же образом мы делаем и цепочку на шею Но при этом я решила соединить цепочку по-другому Я заправляю нить по светлым бисеринкам, как показано на картинке И так, в те же бисеринки я вхожу на другой стороне цепочки Это показано на картинках Таким же образом я соединяю еще пять ромбиков Вот такое получилось у меня украшение Вот такой гарнитур получился у меня Ну а вы можете подобрать другие цвета, которые вам нравятся Спасибо за внимание, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok